Всем привет! Чернополосая цихлозома – один из самых небольших представителей своей группы. Однако, несмотря на маленький размер и относительно спокойный характер, ей присуща ярко выраженная территориальность. Известны случаи, когда чернополосая цихлозома при защите своего гнезда нападала на значительно более крупных рыб. От большинства других цихлозом чернополосая отличается небольшим размером тела. В аквариуме рыбки редко вырастают больше 10 см. Самцы крупнее самок. Тело у них слегка вытянуто в длину и жато с боков. Уход и содержание. Самое главное, что нужно учитывать при содержании чернополосых цихлозом – это их территориальность. Отсюда вытекает минимальный для комфортной жизни объем аквариума и особенности его декорирования. Содержать пару молодых чернополосых цихлозом лучше всего в аквариуме от 100 литров. Половозрелые особи потребуют уже 250 литров и более. Стоит обратить внимание, что речь идет прежде всего об общих аквариумах, в которых будут находиться и другие виды цихлит. Если планируется видовой аквариум, то объема 60 литров на пару рыб будет вполне достаточно. Чернополосые цихлозомы предпочитают чистую, богатую кислородом воду, поэтому рекомендуется установить внешний фильтр и компрессор достаточной мощности. Яркость освещения особой роли не играют. Пристальное внимание необходимо уделить внутреннему оформлению аквариума, особенно если рыбки содержатся с другими видами. В качестве грунта хорошо подойдет галька мелкой и средней зернистости. Чернополосые цихлозомы любят перекапывать грунт. По этой же причине не рекомендуется использовать мелкий песок. Чернополосым цихлидам жизненно необходимо большое количество укрытий. В их роли могут выступать сложенные горки из камней, натуральные коряги, крупные раковины, цветочные горшки, половинки скорлупы кокосовых орехов. Каждая пара рыбок должна обязательно иметь свой собственный угол в аквариуме, ограниченный естественным образом. Если упустить этот момент из виду, то будут происходить стычки. Зонирование территории возможно также с помощью посадки жестколистных растений. Высаживать их лучше в специальные горшочки или хорошо укреплять камнями. Оптимальные параметры воды для содержания. Температура 22-28 градусов, кислотность 7, жесткость 5-18. Один раз в неделю необходимо подменивать 25% от объема аквариума. Продолжительность жизни чернополосых цихлозом в аквариуме – 9 лет. Совместимость. При совместном содержании чернополосых цихлозом с другими видами рыб встречаются ситуации, когда сожительство ничем не осложняется. И противоположные – рыбки проявляют агрессию по отношению к соседям. В целом, это довольно миролюбивые цихлозомы. Проблемы возникают либо в период нереста, либо при активном вторжении других рыб на их пространство. Кормление. Чернополосая цихлоза относится к всеядным рыбам, то есть в ее рационе обязательно должны присутствовать как корма животного происхождения, так и растительность. Рыбка хорошо поедает все виды кормов – живые, замороженные и сухие. Размножение. Разведение цихлозом обычно не вызывает затруднений и спонтанно происходит в аквариумах без специальной подготовки. Происходить процесс может как в нерестовом, так и в общем аквариуме. Но первый способ предпочтительнее, так как позволяет избежать последующих стычек с другими видами рыб. Половая зрелость у чернополосых цихлозом наступает в возрасте 7-10 месяцев. В этом время они формируют устойчивые пары и готовят гнездо. Обычно в его качестве выступают укрытия под большими камнями, пещеры, цветочные горшки. Брачные танцы цихлозом очень интересны. Самец встает перед самкой вертикально и демонстрирует самки свою яркую окраску. За один нерест самка способна отметать до 300 икринок. А учитывая, что плодиться рыбки могут по несколько раз в году, у аквариумистов часто возникает проблема перенаселения и сбыта подращенных мальков. У чернополосых цихлозом ярко выражена забота о потомстве. После завершения икрометания самка ухаживает за икрой, в то время как самец отгоняет от гнезда непрошенных гостей. Уход заключается в постоянном обмахивании икры плавниками для создания тока воды и удалении погибших икринок. Инкубация икры обычно длится 48 часов в зависимости от температуры и кислотности воды. После вылупления самка переносит личинок в другое место. Первую неделю молоть кормится с помощью желточного мешка, после чего переходит на обычное кормление. В это время им можно давать качественные сухие корма для мальков. Самка внимательна к малькам даже в процессе кормления. При необходимости она поднимает муть с упавшими кусочками корма со дна или измельчает слишком крупные куски, после чего выплевывает их молоди. Приблизительно через две недели мальков необходимо отсадить от производителей выростные аквариумы, чтобы рыбки их не съели. Всем спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok